А вот как ты в тот момент, когда ты это переживал, ты можешь побольше описать вот то состояние, ты говоришь, что было бы классно, чтобы каждый человек к этому пришел, это почувствовал. Вот как ты это ощущал, как ты переживал, что в моменте поменялось, чего не было раньше? Ну, я обрадовался очень сильно, меня прям всего трясло. Хотелось прям каждого обнять, признаться в любви. Вообще очень хорошо было. Как будто все раньше было в каких-то черно-белых цветах, а сейчас хоп, и краски появились. Понял, что я, это я. То есть не тело, не ум, а вот именно я сам. А расскажи подробнее, получается, ты говоришь, что краски поменялись, а раньше как будто бы черно-белое было. Но ты же раньше различал цвета, ты же не дельтоник, да? Как будто бы насыщеннее стал весь мир. Более цветной, более контрастный. Небо стало более... Как будто закат я раньше видел в таких тусклых цветах, а сейчас прям вся палитра мне открылась. Прям яркая-яркая. И, ну, это не глюк какой-то, не галлюцинация там? Ну, оно такое и должно быть, или оно такое всегда было, а ты просто не видел? Ну, оно такое и должно быть, мне кажется. То есть по-другому быть не могу. Это не галлюцинация, это даже не видение, это вот как я должен был изначально всё видеть. Всё так и должно быть. А ещё ты сказал, что ты как будто бы начал ощущать то, что вокруг находится. Правильно я тебя услышала? Да, правильно. А можешь описать это, чем ты начал ощущать? И что ты раньше не чувствовал, что начал чувствовать? Ну, там, грубо говоря, вот сейчас сижу на стуле, я там попой чувствую стул. Но бывают состояния, когда я не чувствую попой стул, вообще не знаю, что он там есть. Да, он как бы есть, и я это заданно себе. Вот что ты начал чувствовать? Я почувствовал, что я вот не человек, но вот не тело моё, и то, что я, это вот всё. Там, деревья я, небо я, стены я, вот то, что это всё я есть. А вот тело, это как инструмент. Инструмент, с помощью которого я все свои планы вопущаю в жизнь, если можно так выразиться. А раньше ты кем себя считал? Ну, ты говоришь, я сейчас вспомнил, кто я, а до этого ты не ты был или как? Ну, до этого, ну, я просто не задавался, наверное, этим вопросом до этого. То есть мне было неинтересно, но мне вот казалось, что я вот, это тело, это вот лицо, глаза. То, что вот то, что я вижу, это не я, то, что вот я вот, то, что само и есть тело. Ум в голове, голос мой, это всё я. Даже вопросов таких не было, как бы, ну. А теперь вот этот голос в голове, это ты или не ты? Нет, вообще не я. Даже, даже примерно не я. Иногда я вот сижу там, сам собой-то даже разговариваю, а я понимаю, что я бы такого никогда бы не сказал. То есть это не я вообще. Это вот ум, который, как инструмент, который, там, может, да, иногда поговорить с меня. Там, с ним тоже я могу поговорить. Ну, то есть это не я. То есть он как бы не должен владеть мной. А у тебя, который ты настоящий, у него есть какие-то мысли или откуда он знает, вот откуда знания приходят? Ну, даже не знаю. Ну, пока что знания-то не приходят, только вот вопросы одни. Но вот это знание, что это я, это откуда? Ну, я как-то почувствовал, почувствовал, что я отдельно от своего тела. То есть даже я, когда вот в эту же ночь ложился спать, у меня было чувство, как будто вот тело моё спит, а я лежу, вот у меня тело закрыло глаза и спит, отдыхает. А я лежу и думаю там во всяком, вижу вот стены, потолок, окно, там небо. Всё это вижу, но при этом моё тело спит. То есть глаза закрыты, тело спит, отдыхает, а ты как что-то вне тела, это всё можешь продолжать переживать, да? Ну, да. Ага. Интересно. А это вот ты, который, он где находится? Он как бы за или изнутри, или вот откуда ты видишь? Оно как-то поменялось? Вот откуда ты раньше видел, откуда ты сейчас видишь? Смотришь откуда? Ну, я как будто стал выше. Ага. И мне кажется, что я вот это вот, всё, что вокруг меня, как будто я таким и должен быть изначально. А как ты переживаешь людей вокруг, ну, там, с тобой мама, да, там дома, там, папа, вот, может, я не знаю, ты в школу, да, онлайн сейчас ходишь. Как-то поменялось, как ты воспринимаешь людей, как ты к ним относишься, как ты их ощущаешь? Ну, как-то вроде бы ощущаю их более ближе к себе. То есть, как будто эти люди тоже есть я. Как будто в какой-то степени я ими тоже являюсь. А как это, когда, ну, вот, у мамы твоей, у неё же всё равно есть свои мысли, свой ум, там, своё какое-то переживание, и при этом это ты. Вот на каком уровне это ты? Что вас связывает, что вас объединяет? Или вообще нету никакой мамы? Не знаю, я чувствую, как будто они вот ближе ко мне. Именно прям рядом со мной. Ощущаю энергию, их тепло, то, что они тоже ощущают. А вот эта энергия, тепло, ты раньше это чувствовал как-то? По сравнению с тем, как я их сейчас чувствую, то есть, ну, вообще, можно сказать, не чувствую даже. А что тебе это даёт, вот эта энергия, тепло? Ну, в первую очередь, радость. То, что я рад, что я могу их понять. То, что они всегда со мной рядом. Родные мне люди. А те, кто не родные, ну, вот просто люди на улице там или как-то вот знакомые твои, как они ощущаются? Тоже ты? Ну, да, тоже я. Тоже точно так же, как будто они мне тоже все родные. А если вдруг, ну, вот кто-то на улице там идёт, ну, не знаю, злой, пьяный, ещё там что-то, и там что-то плохое тебе там говорит или там что-то, не знаю, делает, вот как это? Ещё такого не встречал, честно говоря. Тоже, наверное, я. И как ты к этому, ну, относишься, вот если плохое происходит? В мире же много плохого происходит, вот прямо сейчас, если это тоже ты, вот как ты это ощущаешь? Ну, там, грубо говоря, там где-то и собаки голодают, где-то там и дети без родителей, где-то, ну, там, люди гибнут. Вот как это переживает? Ну, это, наверное, так сказать, как бы намёк на действие. Знак, чтобы они что-то делали. Типа, может быть, до этого им тоже намекали, но в более мягкой форме, а сейчас вот, если они не понимают, вот им приходится так намекать. А твоя роль в этом какая вся, если это ты всё? Вот это я тоже пока что не знаю. Но ты при этом чувствуешь, что тебе нужно что-то сделать? Ну, да, прям зов такой есть постоянно. А ты можешь описать, как ты этот зов чувствуешь, чем ты его переживаешь? Ну, как будто меня сзади постоянно кто-то подталкивает, там, не сидеть на месте, там, нужными вещами заниматься, так сказать. А что теперь нужно? Вот ты, когда вопрос у тебя этот раскрылся, ты сидел, говоришь, за уроками, и, там, переживал, что нужно успеть, много всего навалилось. То есть у тебя как-то вот это поменялось, как ты воспринимаешь обязательства, там, школьные, там, ещё что-то? Ну, я понял то, что вот эти вот уроки, то, что на меня они там все свалились, то, что вот раньше я вот в компьютер там играл, там, ну, это так, ерунда просто. Ну, то есть, ну, было и было, ну, мелочи. А вот то, что вот мне по-настоящему надо, оно у меня дальше, я должен к нему прийти. Ага. А сейчас, ну, есть вообще что-то такое, что вот нужно это сделать, чтобы наконец-то уже оказаться в завтра или, там, в послезавтра? Ну, не знаю, пока такого вообще нет. Тут пока идёт речь не про завтра, не про послезавтра, а вообще после всей моей жизни, вот, что я буду делать. Ну, как объяснить-то правильнее. Я вот, я должен что-то сделать, вот, и когда я это сделаю, это как-то повлияет на то, в принципе, на мою жизнь и то, что будет после моей жизни. И вообще на всё это повлияет, на весь мир. А ты говоришь, как будто бы после жизни тоже, а ты как-то ощущаешь, вот, что там, что после жизни, обычно же вот смерть и всё, и жизнь закончилась. У тебя как-то по-другому начало это ощущаться? Ну да, мне кажется, что после смерти, как бы, ещё больше раскрывается всё это. То есть, ну, если ты, конечно, вот не выполнил, что тебе вот говорят сделать, то, что надо сделать, о чём тебе говорит Зов, то придётся заново всё это делать, в любом случае. А вот если ты это сделал, то это, наверное, все просто рамки, все это раскрываются. И даже представить не могу, что я там сделать после этого смогу. А ты ощущаешь, что ты это можешь сделать? Ну да. А раньше ты вообще мог представить, что ты на что-то такое способен? Сомневаюсь. А Зов вот этот, он откуда идёт? Ну, то есть, кто говорит, кто решает, что тебе нужно сделать? Как будто всё вокруг меня говорит об этом. То есть, говорит, что тебе нужно сделать. То есть, о чём не уточняется, но прям всё вот как будто кричит мне, что это надо сделать. А как ты ощущаешь, насколько это вот всем нужно или вот тем, с кем случается, тем и нужно? Ну, я думаю, радость, в принципе, каждому нужна. Каждый хочет, чтобы он был счастлив. Вроде все же хотят постоянно быть счастливым, постоянно там быть счастливым, здоровым, улыбаться постоянно. Это по факту то, чего они хотят. Ну, обычная причина радости счастья там у людей, что они к чему-то долго идут, там, например, к семье. И вот, наконец-то, там, женщина вышла замуж, там, родила ребёнка. Или, там, наконец-то, там, купил кто-то себе машину, о которой долго мечтал. Вот, там, вот что здесь является источником этой радости? Ты вообще что-то для неё делал, для этой радости? Ну, это такая радость, более мелкая, то есть она угасаемая. А вот эта вот радость, которую я получил, так сказать, она как бесконечная, что ли. Можно её ощущать, сколько ты захочешь. Но только, чтобы её ощущать ещё сильнее, надо вот продвигаться вперёд. А что это значит? Что это значит, продвигаться вперёд? Что-то сделать надо, что просит. Пространство. Ну, то есть не получится теперь просто сидеть там, созерцать себя, кто я, там, вот это я и есть, и всё, в принципе. И есть какой-то импульс, который нужно реализовывать, получается. Ну, да. То есть эту энергию нельзя в себе просто сохранять. Как бы можно, но она будет потихоньку угасать. А если её делиться, то она будет разрастаться гораздо быстрее и сильнее. А ты уже наблюдал, как ты ей делишься? Вот через что ты можешь ей делиться? Или ты её как-то можешь управлять, вот когда ты делишься, когда не делишься? Ну, вот я когда вот это вот всё понял, вот в первый же день, я сразу пошёл к маме, сразу её обнял, признался там в любви, понял, что это хорошо, это, наверное, я поделился энергией. А ты сказал, что, получается, если её не отдавать, то она будет постепенно угасать? Да. То есть у тебя сейчас какая-то, ну, потребность её отдавать постоянно? Ну, в какой-то степени, да. А ты чувствуешь, что это, как бы, конец того, кто ты? Или ты как будто бы ещё глубже можешь понять, кто ты? И там ещё что-то есть, что ты сейчас ещё не ощущаешь? Ещё начало, то, что я понял. Это же самое такое минимальное. До этого я даже вообще не знал, кто я. То есть, ну, живу-живу. А тебе хотелось вообще узнать, кто ты? Или ты, как бы, ну, тебя устраивало там быть Степаном, 15 лет, как бы, вот, школа, там, будущее какое-то? Раньше, да, устраивало, там, у меня родители об этом говорили, там, близкие, как-то, ну, я думал, ну, хорошо, что было бы, наверное, хорошо. И как-то даже не вдавался в особые подробности, а тут как будто стал в эпицентре вот этого всего. Ну, хотя бы походить к нему, к этому центру начал. Познание? Да. Ну, ты, получается, вообще никакими практиками не занимался, ничего не читал на эту тему? Ну, так, родители пару раз водили вот на практике, там, практика тишины, там, ещё всякие упражнения, не упражнения. Ну, так, чуть-чуть, пару дней походил, потом что-то подзабыл. Ну, и тоже постоянно вот мама у меня там близким рассказывала тоже. Я тоже это всё слушал, слышал, ну, просто слышал, то есть как таковым прям этим не занимался. И тогда у тебя был какой-то отклик, ну, когда ты там на практику тишины приходил, или ты, ну, просто, ну, случилось и случилось? Ну, да, так просто, случилось и случилось, ну, побывал-побывал, не понял особо ничего. А давай ещё как бы подробнее, вот поисследуем прямо сейчас, вот кто ты, когда вот если задать себе вопрос, вот кто я сейчас, вот как ты бы описал своё переживание себя? Не знаю, наверное, я, это всё, что вокруг моего тела, и тело тоже в какой-то степени. А энергия, ты говорил, вот она есть, и ты ей делиться можешь, она откуда идёт, она где находится, где её источник? Изнутри откуда-то, прям где-то внутри-внутри, прям в центре. Вот если физически, это как бы вот ближе там, где сердце, или солнечное сплетение, или может горло, или там живот, вот где? Ну, где-то в сердце. И оно прям физически, вот где-то эта точка, или оно как будто бы глубже там куда-то в тебя? Куда-то глубже уходит, прям глубоко-глубоко. А ты раньше его не ощущал, да? Нет, ни разу. А ты вот сейчас со мной общаешься, ты ощущаешь вот этот источник? Да, в какой-то степени чувствую. А что с ним происходит? Как будто вот энергия, он из себя её выплёскивает, и она как бы наполняется во мне, и как бы уже почти заполнена, надо куда-то её выплеснуть, как будто отдать её. А вот ты когда со мной общаешься, ты можешь её отдавать? Не знаю даже, наверное могу. А где включатель? Ну, отдача там, или сохранение? Даже не знаю, как-то я даже не задумывался об этом. Ну, это мысль какая-то, или это намерение, или вот что-то, или оно естественно как-то само включается? Ну, как-то само, да, наверное. Вот эту энергию, которую ты говорил, которую ты чувствуешь, это умом воспринимается или чем? Ну, наверное, всё же я её чувствую, эту энергию, прям я ощущаю. Ну, то есть функциональный ум, он как бы есть? Ну да, он там за меня там решает, что мне надо, там попить, поесть, там поспать. Сам-то я как таковой спать не хочу, то есть не спать, не есть, только ум считает, что мне это надо. А у тебя есть, как бы, желание не спать, не есть? Да как такового нет. Просто ощущаешь, что можно и не спать, и не есть? Ну да, ощущаю, что могу, но как бы, ну зачем? Не понимаю, зачем, да? Пока что не спать, не есть, как-то нету в этом как такового смысла, мне кажется. Под задачу какую-нибудь можно было, а так зачем? А есть что-то, что тебе сейчас страшно? Да нет, кстати, у меня наоборот страхи некоторые пропали. Вот я до этого разных цветов боялся, а сейчас цветы, цветы, что, красивые, цветные. Растений каких-то боялся, да? Ну да, ну именно самих цветов. Как интересно. Ну, фобия такая. А видишь еще, какие возможности есть, вот сейчас с умом твое взаимодействие какое вообще? Ну ты там его видишь, не видишь, можешь его слушать, не слушать, там наблюдаешь, не наблюдаешь, там. Может он как-то тобой, там, раз тебя собирает в ум, и ты там раз расширяешься обратно. Как вот это взаимодействие с умом происходит? Как будто я его могу включать или выключать. То есть, если надо, он там мне нужен, чтобы там запомнить что-то, там, математику, например, сделать. А если он мне не нужен, там, мешает мне, я его как включаю. Многие люди бы тебе очень позавидовали. А где этот выключатель, как бы, чем ты включаешь, выключаешь? Это как? Что ты делаешь, чтобы это включить, а что ты делаешь, чтобы это выключить? Ну, не знаю, как бы, когда сам захочу, но не всегда это у меня получается. То есть, я еще не приловчился так, чтобы прям как-то его выключить, чтобы прям как нажать куда-то. А нужно это? Ну да, наверное. А для чего? Если есть вот эта возможность, значит, она нужна, наверное. Продолжение следует...